Вот письмо. 26 августа умер президент Узбекистана Ислам Каримов. У Каримова не было двойников. Сын Каримова далек от политики. Дочь Каримова находится под арестом. Трон у Узбекистана остался бесхозным. Узбекистан ожидают тяжелые времена. Каримов ворочил веслом галеры 26 лет. Для того, чтобы так долго галерить, нужно иметь богатырское здоровье. Каримову было 78. Каримов много лет назад преодолел ту черту, за которой любого и каждого настигает старческий маразм. Путин галерит только 16. И при этом он молодеет с каждым годом. Путину только 66. Ждать того счастливого момента, когда Путин отдаст концы, нам предстоит еще очень долго. Маразм Путина проявил себя тогда, когда он напал на Украину. Маразм Путина крепчает с каждым годом. Будем надеяться на то, что Путина тоже скоро охватит кондрашка. Кончина Путина состоится по причине его старческого слабоумия. Путин перепутает кнопки и вместо кнопки лифта нажмет на кнопку в ядерном чемоданчике. И тогда вместе с ним мы переселимся в ад. Дочери Каримова так заворовались, что в стране вспыхнул бунт. Стать главой государства ни у Лолы, ни у Гульнары Каримовых нет шансов. В Узбекистане нет демократических традиций. В борьбе за верховную власть столкнулся различные бандитские группировки. Узбекистан ожидает кровавый передел власти, казны и собственности. Когда в Узбекистане начнется резня, их там нет и выйдут с плакатами. Путин в виде войска. И тогда на Узбекистан двинутся танки и прошагают зеленые человечки. И если в Узбекистане случится серия терактов, тогда Путин ведет войска под предлогом борьбы с ИГИЛ. Борьба с ИГИЛ – это самый модный повод. А специалисты по взрыву дновов засиделись без дела. В 2005 году в Узбекистане вспыхнула цветная революция. Каримов расстрелял толпу из автоматов. Погибли сотни человек, тысячи раненых. Многие тысячи отправлены в тюрьмы. Каримов одержал победу над подданными. Но конфликт между властью и народом не погас, а ушел вглубь. Смерть Каримова зажжет факел гражданской войны. С 2001 по 2005 год в Узбекистане была расквартирована военная база США. После подавления народных волнений, Каримов выгнал американцев и отдал эту базу Путину. В 2006 году Путин ввел российские войска в Узбекистан. Российские военные держали узбеков в страхе и повиновении. Благодаря присутствию российских войск, узбекский Майдан не состоялся. В 2012 году в Узбекистан приехал помощник госсекретаря США Роберт Блейк. Он провел переговоры с Каримовым о возобновлении военного сотрудничества США и Узбекистана. Военная база США в Узбекистане должна охранять новый шелковый путь, который свяжет страны Средней Азии с Европой. Новый шелковый путь должен обеспечить Узбекистану и странам Средней Азии экономическое процветание. После переговоров с Блейком Каримов выгнал российские войска. В 2012 году российская база была эвакуирована. Такое действие Каримова можно рассматривать как плевок в морду или пинок под зад. Самолюбие у Путина был нанесен ущерб. А Путин обид не прощает. Узбекистан имеет для России более важное значение, чем Сирия. Тот, чья военная база будет находиться в Узбекистане, тот будет контролировать внешнюю политику Средней Азии, Ближнего Востока и Китая. Помешать американцам в строительстве нового шелкового пути может только военный конфликт между Россией и Узбекистаном. Но российские войска завязли в Украине и Сирии. Войну на три фронта Путин вряд ли потянет. 29 февраля этого года в Москве был разыгран громкий спектакль с няней-узбечкой, отрезавшей голову ребенку. Этот спектакль имел целью создания антиузбекских настроений и послужить поводом для ввода российских войск в Узбекистан. Но что-то пошло не так, и топор войны был положен на дальнюю полку. Спектакль «Няня-детоубийца» был сыгран хорошо, а об актрисе, сыгравшей главную роль, ничего не слышно. Похоже на то, что Гульчихры Бабакуловой уже не в живых. Наступление повстанцев поставило под угрозу существование российской военной базы, расхвартированной в Сирии. Влияние России на политику Ближнего Востока резко ослабло. Путину пришлось оставить Украину и срочно перебрасывать войска на спасение Башара Асада. Путин завяз в Сирии по самые уши. Разборка с Узбекистаном была отложена в долгий ящик. Смерть Каримова отыскала ту полку, на которой был спрятан топор войны. На планете возникла новая точка военной напряженности. В какую сторону и когда смерть метнет топор войны, мы узнаем скоро. Вот еще письмо. Рано радуетесь, господа либерасты. Каримов еще жив. Скоро он поправится и отомстит всем злобахателям. О смерти Кинчен Ира сообщили только через месяц, когда трупный запах заполнил всю Северную Корею. Лугандония правит контужной, у которого после перенесенного взрыва осталось меньше половины мозгов. Если Узбекистаном будет править не до конца оживший мертвец, в том не будет ничего удивительного. При отсутствии демократии возможны всякие чудеса.